МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель премьер-министра Казахстана Бакиджан Сигентаев озвучил на медне грандиозные планы страны. Оказывается, чиновники всерьез задумываются над тем, чтобы ежегодно поставлять в Россию 100 тысяч автомобилей, собранных на территории республики. С ее заявлением, вероятно, стоит расценивать как шутку, ибо за последние 22 года независимости страна ничего не производит, оставаясь сырьевым придатком. В России, между тем, есть свой горе-автогигант, автоваз, чья продукция совершенно не пользуется спросом. Очевидно, что и пепелацы, собранные Казахстаном, спрос на отечественные авто не повысят. Даже если бы взаимодополняли бы российская экономика и казахстанская экономика друг друга, но тем не менее тут просто договоренности не срабатывают, потому что россияне работают с позицией силы. Жираф большой, ему видней. Десятки раз, десять раз больше экономика, чем наша. И вот эти десятикратные преимущества, в данном случае преимущества размеров и объемов производства, сказались на том, что от таможенного союза экономика Казахстана только проиграла. А если это будет продолжаться дальше, то мы только будем служить рынком для российского не самого высокого качества продукции. Впрочем, не стоит бить по рукам. Казахстан вполне может собирать автомобили снабжатиями, например, первых людей государства. Они, как никто другой, нуждаются в немедленном обновлении автопарка. Чиновники буквально бьют тревогу. Им не над чем ездить. И в связи с этим правительство готово отрезать от бюджетного пирога кусок в 350 миллионов тенге, чтобы обеспечить бестующих слуг народа иномарками VIP-класса. Ругать их за это не стоит. Нет у чиновников выбора. Поэтому и приходится покупать дорогие иномарки. А собирались бы машины на конвейерах республики, так и дело бы пошло в правильном русле. Ведь все же лучше ездить на отечественных рыдванах, нежели на инвалидных колясках, которые с легкой руки дороги Назарбаевой могут пересесть сотрудники Акиматов. Однако что там какие-то 350 миллионов тенге для закупки двух десятков иномарок для чиновников? А когда тратят на порядке больше суммы народных денег? Вдумайтесь, 40 миллиардов тенге ежегодно вбухивают власти в пропаганду в республиканских средствах массовой информации. Карманы и журналисты, надо сказать, с удовольствием осваивают бюджеты, но при этом совершенно не развивают свои издания и телеканалы. Государственные газеты годны, пожалуй, больше для потерки или на худой конец рожига костра в лесу. Новости там сплошь лакированы, и народ это отчетливо понимает. Те же СМИ, что публикуют хоть частицу правды, существуют, как правило, недолго. Власть ведь не любит читать о себе критику, поэтому независимые издания под различными, чаще надуманными и глупыми поводами закрывают карманные суды. Источником объективной информации или альтернативной информации служат, наверное, те каналы, те издания, которые запрещены в Казахстане, которые не могут выходить в официально печатном виде, которые запретили решением суда или создаются препятствия для того, чтобы они выходили в таких традиционных СМИ. Поэтому я, наверное, думаю, что здесь, скорее всего, те СМИ, которые сейчас есть в интернете, представлены запрещенные СМИ и сайты. И плюс к этому, наверное, соцсети, да? Однако в Акарде все же сидят не идиоты. Чиновники высшего ранга понимают, что кромсать бюджет, как захочется, нельзя. Поэтому они ищут пути заработка. Получается у них это из рук вон плохо. Гораздо лучше слуги народа умеют наколпачивать свой же народ. Как, например, произошло в Алматинской области. Чиновники положили глаз на цветущие сады местных фермеров и сказали, что как раз по этим чудесным участкам пройдет стратегически важная трасса Западная Европа-Западный Китай. И предложили предпринимателям денежную компенсацию в обмен на земельные участки. Спори с государством себе дороже решили фермеры. На руки они получили смехотворные суммы, ведь оценивали их земли вовсе не по рыночным ценам, а по нижайшим кадастровым. Но тут неожиданно очнулась прокуратура, которая посчитала, что предпринимателям сильно переплатили. Деньги попросили вернуть назад. Участки же возвращать, конечно, не собираются. Так что людям ничего не остается, как обращаться в суды, решение которых, впрочем, вполне предсказуемо. Все сделки, совершенные в обход закона, если так считает уважаемая прокуратура, должны возвращаться в первоначальное положение. Никто землю христианам не возвращает. То есть земля была отнята, были заплачены компенсации. Мало или много, это другой вопрос, но они были выплачены. На эти, как я разбирался, денежки куплены были по рыночной стоимости удобрения. Продолжение темы грабительского бизнеса казахстанских властей. Очередная акция отчаяния обездоленных астанчан. Ведь под государственные нужды отнимают не только фермерские угодья, но и лишают простых людей единственного жилья. В минувшую пятницу несколько жителей Астаны, сковав друг друга одной цепью, двинулись прямиком на аккорду. Взять резиденцию Ельбасы Назарбаева на таран, как всегда, не удалось. Все участники акции были арестованы еще на подступах. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не пристало бессменному лидеру нации в вопросах внутри страны разбираться. Ницарское это, как говорится, дело. Все внимание Назарбаева сосредоточено на внешней политике. Тут ельбасы как рыба в воде. И с Китаем дружба не разлей вода. И с Турцией динамичные развивающиеся экономические отношения. И, конечно, голубая мечта президента – создание Евразийского экономического союза. Еще бы. Ведь на Россию можно скинуть львиную долю экономических проблем страны, приумножив при этом собственные капиталы. И поэтому плевать хотел ельбасы на недальновидных рядовых казахстанцев, которые, кстати, настолько против подобного альянса, что протесты уже приобрели массовый характер. Марлевые повязки носят в республике теперь не только в целях предостережения заражений простудой, но и в знак протеста против слияния с Россией и Белоруссией. Местные аптеки только на продаже повязок наверняка перевыполнят план на несколько лет вперед. Страна стала заложником амбиции и тщеславия президента. И на самом деле, сколько было таких проектов, когда он не обдуманно, а может наоборот просчитанно сначала что-то заявлял, а потом уже к этому заявлению подтягивались все ресурсы и подводились под него все необходимые базы. И так в случае с Евразийским союзом тоже. Завтра в Украине состоятся долгожданные президентские выборы. По прогнозам политологов, явка избирателей будет чрезвычайно высокой – более 80%. По-другому, пожалуй, быть просто не может. Решается дальнейшая судьба страны. И кажется, что украинцы уже определились со своими фаворитами. Рейтинги говорят, что миллиардера Петра Порошенко в первом туре готовы поддержать 34% украинцев в разных регионах страны. Это самый популярный кандидат. На втором месте Юлия Тимошенко – 6,5%. Замыкает тройку лидеров Сергей Тегибко. У него 5,8% голосов избирателей. Далее следуют Олег Лешко, Анатолий Гриценко и Михаил Добкин. На седьмом месте лидер коммунистов – Петр Симоненко. Пока Украина усиленно готовилась к предстоящим выборам ее столицу – Киев, с завидной регулярностью посещали различные политические деятели из других государств. Отметиться на Майдане решил и один из основателей диссидентского движения СССР – Владимир Буковский. Он приехал в Киев из Великобритании, где живет последние 40 лет. Но говорил Владимир не только о политической ситуации в Украине, но и в Казахстане. Напоследок не забыл Буковский пару нежнейших слов сказать и о самом Нарсултане Назарбаеве. В Кембридже тысячи молодых казах, а я чувствую, и МЧМ дает деньги на наши. Он дает свои гвардии, он дает свои кадры. И эти ребята, ну не все вернутся, конечно, многие. Останутся в стране, в большинстве людей. И они никогда не раздумываются, товарищ президент, насколько он непосмотрен. И напоследок о высоком. Казахстанцам вновь есть чем похвастаться перед всем миром. Причиной гордости стал, ну конечно, Нарсултан Абишевич Назарбаев. На сей раз бессменный лидер нации отхватил премию мира «Шелковый путь». Награду Эльбасы получил в ходе встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Дзиньпином. Столь высокого титула удостаивают за значительный вклад в укрепление мира во всем мире. Действительно, Эльбасы не в пример многим бесталанным лидерам государств собирает мировые награды, словно маниакальный коллекционер. Ассортимент всевозможных званий и титулов Нарсултана Назарбаева уже перевалил за сотню. Есть среди сияющих медалей и те, которые Лучезарный прячет подальше от посторонних глаз. Например, довольно сомнительная премия «Лучший диктатор года», которую ему присудил французский геополитический центр по изучению преступности. К награде прилагались также призовые 100 евро. Удостойный Назарбаев был после подсчета срока пребыванию власти, количество задержанных журналистов, статистики похищенного имущества и, наконец, личного капитала Эльбасы по отношению к уровню дохода на душу населения. Ну не президент, а объект всеобщего восхищения. Поздравляем Нарсултана Абишевича и на этой позитивной ноте прощаемся с вами. Хороших выходных. Увидимся.